Ре! Вис Этерс Ирте! Наличные сбережения чиновников в Министерстве финансов однозначно ассоциируют с риском коррупции. На стадии согласования внутри ведомства сейчас находится документ, согласно которому максимальный объем наличных средств, которые чиновники смогут указать в декларации о доходах, составит 20 минимальных зарплат, то есть порядка 7 тысяч евро. Накопили свыше этого, будьте добры положить в банк. Конечно, есть мероприятия, которые позволяют проверить легальность и наличных средств, но они сложнее, занимают гораздо больше времени, и их проведение дороже. Дискуссия последних лет показывает, что такие накопления снижают доверие чиновникам. Однако уже в начале этого года в числе прочих предложений по борьбе с отмыванием денег схожую идею высказал и Минюст. Только там потолок накоплений предлагали сделать выше – 15 тысяч. Сегодня, говорят, согласны и на 7. Во-первых, это традиция демократических и правовых государств. А во-вторых, это норма повысить число сделок с использованием безналичных расчетов. Таким образом, действия с финансами станут более прозрачными и с меньшим риском коррупции. По данным службы госдоходов, ограничения будут распространяться на 56 тысяч человек. Именно столько в стране чиновников. Почти 3 тысячи из них имеют наличные сбережения. В том числе и ряд министров и депутатов Сейма. Так, глава Минблага Янис Рейерс по состоянию на конец прошлого года накопил 12 тысяч евро. Парламентарий Андрей Элксненч от согласия – 45 тысяч наличными. А парламентарий Янис Клауш от Союза зеленых и крестьян – порядка 65 тысяч. И тому, что эти деньги теперь придется отдавать банку, он, кстати, являясь однопартийцем главы Минфина, мягко говоря, не очень рад. Это очередное дебильное предложение. Потому что, я думаю, что в свободной демократической стране каждый человек имеет право деньги держать в такой форме, какую он считает нужным. Самое главное в этом процессе – происхождение этих денег. Следите, как кто заработал эти деньги и все. А как он держит – это его личное дело. И это очередной раз доказывает, что наши чиновники очень мудре мешатся в личную жизнь наших гражданинов. Отметим, что и сторонников ограничений среди депутатов немало, поэтому принять изменения в Минфине планируют в течение этого года. Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.